Вы сняли картину «Тегеран-43», ставшую абсолютным лидером советского кинопроката в 80-м году. Я сам смотрел этот фильм раза три или четыре тогда, но, помимо всего прочего, вы еще сумели затащить в свой фильм Алена Делона. Я вам скажу, по тем временам это практически подвиг. Ален Делон, который не пьет одеколон в советской картине. Это сложно было сделать? Ой. Или ему заплатили такой гонорар, что он не мог отказаться? Что ему гонорар? Зачем ему деньги? Он вертолетную станцию жене подарил. Деньги. Значит, сидим. Вот такой эпизодик нам нужен был. Какой-то я уже не помню задерж. На одной страничке. Мы сидим в офисе на Елисейских полях. И я говорю своему продюсеру Шико русский. Не русский, он человек без родины. Родился в Босфоре, когда убегали белые. Его отец полковник. Вот. Он, значит, там... Я говорю, Жорж, позвони. Решил разыграть его. Жорж, позвони этому самому. Делону. Давай Делона возьмем. Мы обсуждали, кого взять, какого-нибудь маленького актера. Он, чтобы поменьше заплатить, говорю, только. Да. Я говорю, позвони Делону. Он говорит, да ну ладно, что ты, смеешься, разыгрываешь меня? Я говорю, нет, я не разыгрываю, я с тобой серьезно говорю. Позвони Делону. Он говорит, ты понимаешь, я с ним работал, я знаю его характер. Черный тюльпан мы делали вместе. Я знаю его характер. Ну, кроме скандала, ничего не будет. Я говорю, позвони Делону. Ты глухой? Позвони Делону. Хорошо. Олен. Привет. Ну, как там дела? По-французски я ни одного слова не понимаю, кроме мерси. Ну, вот. Повесил тюльпан, кончил говорить, попрощал, повесил тюльпан. Отказался он. Я говорю, значит так, слушай меня внимательно сейчас. Никогда мне не ври. Не ври мне, никогда. Потому что будет тебе плохо тогда. Он говорит, ты что? Французский знаешь? Я говорю, а как ты думал, лучше тебя? Ты русский знаешь? Он блестящий знает русский язык. Я говорю, так я знаю французский лучше тебя. Вот набирай снова и вместо твоего трёпа повторяй всё, что я тебе буду говорить. Он говорит, ну хорошо. Набирает второй раз Делону. Я говорю, говори ему, что передо мной сидят два сумасшедших русских режиссёра, которые хотят тебя снимать в небольшой роли, а тут эпизод, ну не эпизод, 12 дней, небольшая роль. Значит, хотят тебя снимать в небольшой роли. Это я ему говорю. Он переводит. Всё, ему уже боится. Знаете, что я знаю французский язык, а я ни одного слова. Вот. Потом, да, сейчас, сейчас, сейчас. Бросает другу, говорит, пошли. Мы вскакиваем. Значит, вот помню, вот такой зонт, чёрный, и мы втроём Аллов с палочкой, бедняга. Как он ей сказал Екатерине Ксевне в своё время. Фурцеве. Фурцеве, да. Насчёт шинели-то. Я вам говорил уже, он сказал, это вы шинель видели с мавзолея, а я в этой шинели четыре года воевал. Я знаю, как она пахнет, знаю её вкус. Она солёная, Екатерина Ксевна, она солёная. Так что, батька Махно, тут ни при чём. Вот после этого она нас позвала к себе в кабинет. Там он недалеко, его офис. Мы идём туда, приходим к нему, он весёлый, бутылка коньяка стоит. Ну, значит, Жорж не успевает переводить, мы там уже задружились сразу. Я ему говорю, а Ленделон не пьёт одеколон, конечно, а пьёт двойной бурбон. Он говорит, не, я двойной бурбон не пью, чё-то он мне, наполеон. В общем, короче говоря, идёт всякая болтавня. Потом, значит, я же вижу, что дело уходит от дела, а мы уже занимаемся какой-то неизвестно чем. Я говорю, ну, может быть, к делу? Он говорит, да-да, я жду, пока вы начнёте. Я говорю, вот роль, даю ему. Листочек бумажки, где действительно написано роль? Он так говорит, что... Потом на меня смотрят, потом на эту бумагу. Патрио Санта Краборова зашили, села. Говорит, это всё? Я говорю, да. А сколько сценарий страниц? Я говорю, 120. Ага. Вы хотите чего, я вот это играл? Я говорю, Алла меня всё время толкает. Я говорю, да, очень хотим. Значит так, завтра к 9 часам утра здесь у меня, ни позже, ни на одну минуту, на 25 страницах хорошая роль, или 20, это Дану Люфт, 25, на французском языке, чтобы было у меня. И тогда я вам, тогда я буду у вас играть. хотя я не играю, конечно, даже. Буду играть. Больше всего помертвел этот самый. Потом выяснилось, что они ему платили 100 тысяч долларов в день. Да, вы что? Да, да, да. Тогда таких цен не было даже у американцев. В день. А вы сколько заплатили? Мы ничего не платили, это они платили. А они платили? Да, это же 3 страны снимала. Франция, Германия и Россия. Россия, конечно, в основном. А они ему платили. Вы довольны им, как актёрам? Вы довольны? Да, опа. Актёр очень хороший. Взгляд один, да? Но в нём есть шарм. Такой, вы знаете, вот идёт по улице, так, на той стороне, так же, как Авдюшка обязательно полез бы в Драку, так, по той стороне идёт 100 человек. И там Делон идёт. Но он не Делон, он просто. И вы будете смотреть на него, обратить на него внимание. В нём есть шарм. Он очень много помог нам. Он по-другому одевает плащ, совершенно, он пистолетом ткнул этого в щёку. Не так, как наши бы ткнули. Как наш бы ткал утюгом.